Приветствую, дорогие друзья! Завершается горячая пора, лето, но много горячих событий спортивных походит. И, конечно, в центре внимания это футбол, это Лига Европы, Лига Чемпионов. Ну, в общем, мы теперь знаем, с кем будут встречаться украинские футбольные клубы, увидят украинские болельщики, поклонники кожаного мяча, потому что здесь будут гранды. Но очень много интересных внутренних событий. Ну, вы знаете, что кубковые страсти Украины прогремели, и четыре команды Суперлиги покинули этот очень престижный турнир. А наша команда совершила такую маленькую сенсацию, победила металлист. И мы вспоминаем 1969 год, когда футболисты города Корабелов сумели пройти полуфинал всесоюзного кубка нашей страны. В Москве выиграли торпедо. И тогда в полуфинале проиграли Карпатам, которые стали обладателями хрустального кубка. Но у нас много еще местных событий. Начались турниры местного значения, городские, футбольные, чемпионат области. Все это в центре внимания продолжается борьба. Но мне хотелось бы сказать о том, что в центре внимания сегодняшней программы у нас баскетбол. Потому что в эти минуты, в эти часы, в эти дни наша команда ветеранов находится в Америке, в Орландо. Несколько дней назад они отправились туда, участвуют в чемпионате мира среди ветеранов. Но вы знаете, что ветеранское движение имеет особое значение. Это люди, которые преданы спорту, которые, несмотря на возраст, продолжают жить борьбой, интересами. И вот сегодня мы вам предложим интервью с капитаном команды Левендой. А надо сказать, что баскетбольный Николаев является уникальным. Еще в 70-е годы, благодаря Вектору Бажинару, в городе Николаев появилась уникальная команда, которая из любительского клуба прошла мгновенно ступени второй, первой лиги и вошла во всесоюзную. И мы увидели здесь в Николаеве грандов баскетбола мирового. То есть здесь были все ведущие клубы нашей страны. И, кстати, благодаря баскетболу город Николаев получил международный аэропорт. Построили дворец спорта «Заря», построили спортивную школу «Надежда». И вообще город стал по-настоящему центром баскетбольной жизни. Но это во многом благодаря тому, что удалось привлечь друзей из Ленинграда. Они усилили команду. И наши стали сразу лауревятами многих-многих соревнований. И вот эти люди, которые участвовали в соревнованиях в 70-е, 80-е годы, продолжают выступать на спортивных аренах Украины и мира. Постоянные участники европейских мировых чемпионатов. И вот сейчас в Америке продолжается чемпионат мира. Чуть позже мы подведем его итоги. А сейчас отправимся в спортивную школу «Надежда» и поговорим с легендой Николаевского баскетбола Александром Петровым. Кстати, он был капитаном команды еще той команды НКИ. И, кстати, надо отметить огромную роль ректора НКИ Михаила Николаевича Александрова, мастера спорта по академической гребле. Он тогда так помог баскетболу. Именно благодаря ему баскетбольная команда получила название НКИ, выступала много лет под таким названием. Но она была «Спартак», «НКИ», «Корабел». Теперь команда города Николаева, Николаев. И вот эти ребята, которым вот именно по задору можно говорить, что они такие молодые, потому что возраст у них 55-60-65. В общем-то, там собирается сейчас весь мир в Орландо. И я знаю, что они постоянно на виду и в числе лучших команд Европы и мира. И вот сейчас Александр Петров расскажет о том, как они идут, как готовятся, как они выступают, как они живут этим делом. А вообще, надо сказать, что город Николаев – настоящие футбольные, баскетбольные таланты. Сейчас непростые времена переживает баскетбол. Но все-таки я нашел поддержку. Скоро начинается чемпионат под руководством нового тренера. Ну, в общем-то, впереди очень интересные. Но пока, вот я вчера звонил в Америку, и Юрий Данилович Жуков – это легенда, профессор НКИ, он является главным спонсором этой команды. Сказал, что у нас главные соревнования еще впереди 31 августа, у них заканчивается турнир. Итак, интервью в спортивной школе «Надежда». Спортивная школа «Надежда» – это центр не только баскетбольной жизни нашей области, города Николаева, но, я думаю, что и Украины. Потому что в 70-е годы была создана очень необычная команда, которая, в общем-то, удивила всех. Из любителей под руководством Виктора Бажинара была сделана попытка сотворить чудо. И она была сделана благодаря пополнению из Ленинграда. И тогда команда перешла сразу несколько граней второй лиги, первой, и вошла в высший свет советского баскетбола. Это были замечательные годы, то есть 70-е – это начало рождения. Благодаря баскетболу в городе Николаев появился спорткомплекс «Заря» и вот спортивная школа «Надежда», которая является центром уникальным во всех отношениях. И что интересно, традиции баскетбола города Николаев сохранены благодаря ветеранскому движению. Именно баскетболисты, ветераны этой команды продолжают выступать, которые выступали еще многие годы назад. Они продолжают ветеранское дело и успешно, выигрывая или становясь призерами чемпионатов страны, Европы и даже мира. Уникальное по составу, по интересам. И вот только что наша команда вернулась из Южного, где проходила спартакеада Украины, среди баскетболистов в возрасте 65 и старше из 60. Капитан команды, один из руководителей коллектива – Александр Петров. В свое время, в 70-е годы он был капитаном НКИ, который успешно выступал. Здесь на флагстоке видно его седьмой номер. Под каким номером сейчас, Саша, выступаешь? Сохранился его номер. Итак, Александр Петров, который расскажет сначала о поездке в Южный на спартакеаду, но потом поговорим о составе команды, о ее жизни. Ну, в Южном, в городе Южном, в Одесской области состоялись спартакеада Украины среди ветеранов, посвященная памяти Баки. Это категория 65 плюс у нас команда ездила. Значит, было четыре команды, провели три игры. Мы обыграли Киев, в пятиминутке очко уступили Днепропетровску и проиграли немножко Одессе. И по разнице мячей, по соотношению мячей мы заняли второе место. Но это у нас уже не первый успех. Мы выступали и в Киеве, и в Житомире, и в Спартакеаде 60 плюс, 50 плюс. 50 плюс в Житомире мы были вторыми, а в Киеве 60 плюс третьими. Так что у нас в Спартакеаде принесли очки и спорткомитет на нашем. Ну, Бака – это бывший министр спорта, да, да. Многие лет служил очень верно и украинскому спорту, и, конечно, баскетболисты, память о нем, вот это сохранение такое. Каким образом вот сложился ваш коллектив? Потому что на протяжении многих лет, ну, настолько стабилен состав, вы постоянно тренируете, постоянно участвуете. Что это за такой феномен? Потому что в других видах спорта тоже есть ветеранское движение, но оно как-то эпизодически существует. У вас же это целенаправлено, вы постоянно в зале, постоянно в ритме спортивном. Ну, прежде всего, это стопроцентная заслуга нашего президента, президента ветеранского клуба «МИКа» Юрия Даниловича Жукова. Его моральная, финансовая, любая поддержка, значит. Ну, и мы, в принципе, под его руководством. Он сам большой фанат баскетбола. И он нас заразил, так сказать, своим энтузиазмом. Постоянно нам помогает, постоянно нас выводит на соревнования. Вот буквально в понедельник мы летим в Орландо на чемпионат мира в Соединенные Штаты. Это тоже заслуга Юрия Даниловича Жукова. Ну, если вспомнить, то еще не так давно, там год назад, вы были в Бразилии, теперь в Северную Америку. Год назад или позапрошлом? Нет, это было два года. В 2011 году мы были в Бразилии. Ну, там сейчас Олимпийские игры, вот поэтому... Потом мы после этого были в Остраве, в Загребе. Так что у нас календарь очень насыщен. Саша, вот напомню, я смотрю, сейчас там звездные ребята, которые сохранили форму. Часто бывает, вот человек преодолел профессиональный там барьер и уже смотрит или со скамеечки, или вообще редко ходит уже, травмой мучает. Как у вас, как удается поддержать форму и кто сейчас у вас главный состав? Ну, как, у нас девиз здоровый образ жизни прежде всего, поэтому мы три раза в неделю тренируемся. А состав у нас 60-65, 55 плюс, вот так. К сожалению, у нас 50-летних остается меньше, вон один Бережинский. А остальные переходят с 50-ти мы начали, потом пошли в 55. Сейчас выходим на 60 в апреле месяце, на будущий год выходим уже на 60. У нас будет сборная полностью. Начнем с турнира Александрова 60 плюс. И 65, вот сейчас у нас и Туровцев, и Култыгин, и Сорокин. Шнайдер. Шнайдер 60. Шнайдер 60. Моцарь 55, Гук 55. Так что у нас вот эта команда 55-60. Это там Хируш стреляет только что, да? Да, да, да. И по возрасту, ну, в общем, по возрасту, по росту. А вообще, что отличает вашу команду от других команд ветеранов нашей страны? Потому что во многих городах сохранились такие ветеранские коллективы, но все-таки, по-моему, наш особый, как и раньше, вот я смотрю, достижения у вас массы. То есть, не, мы видим, столько много у нас было призовых мест в течение всего советского баскетбола, а теперь уже украинского. Ну, основное отличие – это стабильность результатов, конечно, причем результатов приличных, как на международной арене, так и на Украине. Это, главное, отличительная черта. Ну, естественно, коллектив у нас очень дружный, сплоченный. Все время помогаем друг к другу, подставляем плечо, когда кому-то сложно. Вот это все, в основное отличие. Одна особенность еще нашего коллектива – в свое время, очень много лет проводился турнир, ну, вообще, турнир памяти Михаила Николаевича Александрова, ректора НКИ, который, в общем-то, много сделал для спорта, сам мастер спорта по академической гребле, помог команде становлением, команда много лет называлась НКИ. Так вот, память о нем проводились турниры, а сейчас они стали официальными, и в этих турнирах вы, в общем-то, настолько здорово выступаете, и он вызывает огромный интерес. Ну, мы сейчас начали турнир проводить Александрова, это включая, как официально, в первенство Украины. Мы проводили 55+, пять лет подряд мы были чемпионами, и вот с апреля, как я уже сказал, в следующие годы будем проводить уже 60+, первенство Украины в рамках турнира Александрова. У вас сегодня уже, вы только что с Южного, вроде бы, передышку сделали, сегодня просто так тренировка, а в понедельник полет, да? В понедельник с Киева вылетаем, 23-го числа у нас первая игра, и заканчиваем где-то 31 августа, 1 сентября должны быть уже дома. Я знаю, что в Бразилии и в других странах очень большой состав участников. Сейчас много будет там в Орландо? Да, 12 команд, 60 плюс, так что борьба будет приличная. А кто вас заводил в команде, вообще вот так по духу? У нас заводил один, есть президент, он самый главный у нас заводил, это с Данилом Жуковым. Хорошо, вы должны ждать? Понятно. Итак, ждем сообщения из далекой Америки, которая стала для нас близкой, потому что баскетбол объединяет. И я напомню, что наша футбольная команда после успешного выступления с Харьковым металлистом провела в среду матч в Харькове против лидера первой лиги Гириоса 2-2. Вы знаете, благодаря Забранскому Руслану команда поднимается, и я думаю, что авторитет Николаевского футбола тоже будет подниматься. И напомню, что встреча в воскресенье у нас с аутсайдером первой лиги Нивы Тернополя. Поэтому будем ждать новостей, потому что горячая пора, впереди золотая осень, многие соревнования будут посвящены Дню города, поэтому очень много будет интересного. Всего хорошего, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова